PRODEXPO 2022 на ваших экранах, друзья. Давайте с вами знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Ридарт Вабилов, я руководитель студии DLMG. Мы занимаемся IT продвижениями, интеграциями и самое главное, мы занимаемся это для ритейла. Расскажите про специфику, расскажите про интересный вопрос, который бы хотели мы обсудить. Я бы хотел бы подсветить такой вопрос, как роль IT, IT-инфраструктура вокруг ритейл-бизнеса. Все мы знаем, что для того, чтобы ритейл-бизнесу расти и процветать, ну, необходимо, а, это какая-то реклама и б, это, наверное, качественный продукт. Но есть еще и третья составляющая, это качественная IT-поддержка и IT-инфраструктура. Для чего она нужна? Ну, как любой там, ну, допустим, магазин ритейл, да, возьмем. Есть маркетинг, есть продажи, есть закупки, есть логистика, есть финансы, есть, ну, снабжение, юриспруденция, финансы и прочие разные потоки. И всех их бы хорошо считать, всех их бы хорошо бы изучать, знать свои показатели. И, собственно говоря, для этого существуют на рынке, собственно говоря, мы являемся разработчиками, повторюсь, интеграторами различных IT-решений, которые позволяют связать в единую целостную ядро все дополнительные направления, повторюсь, такие, даже как юриспруденция, то есть мы можем все это завязать. Это вот, это очень важно в 2022 году, мне кажется, и не только мне кажется, и мои клиенты об этом говорят, о том то, что на сегодняшний день это нужно. Если года три-четыре назад это не была обязательность, то сегодня составление таких вещей, как БДР на 23-й уже год является основным составляющим уже развития ритейл-бизнеса. То есть IT занял свою нишу и потом подтянул под себя практически все ниши, которые были в ритейле? Ну, практически так, я бы сказал бы даже, что любой ритейл уже не должен быть сколько ритейлом, сколько должна это быть IT-компания, которая занимается ритейлом. То есть вот именно так, то есть IT-компания, которая занимается ритейлом, хоть это так и звучит. Да, если раньше было, что если ты художник, ты сидишь за мольбертом, если ты писатель, ты сидишь за пищемашинкой, если ты и так можно продолжать до бесконечности, потом в какой-то момент, если ты кто бы ни был сидишь за компьютером, то теперь получается, кто бы ты ни был ритейлер, там автопроизводитель и так далее, ты IT-гигант, который делает все остальное. Все верно, все верно и с каждым годом погруженность и глубина детализации, она будет все увеличиваться, увеличиваться с каждым годом. Хорошо ли это или нет? Хорошо, естественно, хорошо. Если раньше любой ритейл-продавец мог продавать либо на ощущениях, либо на каких-то экселях, то сейчас мы можем даже спрогнозировать, сколько в тот или иной офлайн-магазин или в онлайн-магазин зайдет человек в 7 часов вечера и купит на какой примерный чек. Это все рассчитывается, это анализ данных. Уже давно не сложно. Это разве что нужно посчитать и уметь из своего бизнеса забирать эти показатели. Тут самая ключевая вещь, пока ты не начнешь собирать эти данные, ничего не произойдет. Ну, я думаю, что в крайнем случае выиграет всегда покупатель, потому что он будет приходить и знать, что товар, за которым он пришел, его уже спрогнозировали, уже привезли, поставили на полочку, которую он хочет найти и он забирает. И он еще будет свежий, потому что они знали, что он придет сегодня, и именно там за оливками они будут свежие, хорошие и там такие, какие нужны ему конкретно. Замечательно. Тогда пожелаем вам удачи в вашей работе и надеюсь, все так и будет. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok